Николай Валуев испытал состояние трассы Лида Гаванина на себе. Депутат Государственной Думы приехал в Хабаровский край с рабочим визитом. По делам ему нужно было на Охотское побережье, но внедорожник не выдержал дороги. Своими впечатлениями спортсмен и народный избранник поделился в социальных сетях. Дорогой смерти назвал Валуев трассу Лида Гаванина. На Дальний Восток он приехал, чтобы в качестве депутата оценить состояние особо охраняемых природных территорий. Намеревался посетить Шантарские острова, но для этого нужно было проехать по федеральной дороге. Я не ожидал просто этого увидеть. Все зубы уже сложили на полку, пока ехали. Такие у нас дороги. Да, да, я уже понял. Где, как говорится, смола, где трамбовка. Вот сейчас насухую мы дросим. Ехать пришлось ночью. На одном из участков сломалась очка леса. Оказалось, что на дороге идет ремонт. Причем, как утверждают участники процессии, предупреждающих знаков не было. Во время вынужденной остановки дорожники пожаловались депутату на условия труда. Признались, что и сам ремонт не то, что нужно этой дороге. Мы строят эту дорогу уже с 97-го года. Получается, что начальники деньги отмывают, а мы выглядим посмешечем. Автодорога Хабаровск-Элида-Гаванина-Комсомольск перешла в федеральную собственность в мае. По информации Росавтодора, за два месяца в порядок перевели 30 тысяч квадратных километров. Представители Федерального дорожного агентства после публикации депутата поспешили оправдаться. То, что увидел Валуев – временная мера перед капитальным ремонтом. Там работа делается не по технологии, на что мы называем его временной, потому что он выполнен в соответствии с технологией, но именно в данный момент, в данное время обеспечит безопасный проезд. Естественно, в ближайшее время подрядчик уже на этот участок вернется и проведет работу именно в полном соответствии с требованной нормативной технической документацией. В 2019 году на ремонт трассы из федерального бюджета выделено 670 миллионов рублей. Еще 300 миллионов – на устранение ямы «Колдобин». Депутат заявил, что сделанные видеозаписи отправит министру транспорта России.